В минувшие выходные вся Россия бежала кросс-нации. В Архангельской области в легкоатлетическом забеге приняли участие более 10 тысяч северян из 19 муниципальных образований. Самый масштабный старт состоялся в столице Поморья. Кросс-нации самое масштабное спортивное событие страны. На старт Архангельского забега вышли более 3 тысяч северян. Пробежал свою дистанцию и руководитель областного агентства по спорту Александр Кузнецов. Бежит вся Россия, бежит Архангельская область. Я тоже принял решение побежать. Почему я побежал в детском забеге? Такое было настроение. Хотел погрузиться в детство. Ну и своим примером подрастающему поколению показать, как спорт, как физическая культура важны в нашем современном обществе. Уровень спортсменов и дистанции абсолютно разный. 1, 4 и 8 километров. Первыми свой кросс пробежали мальчики и девочки в возрасте не старше 9 лет. И победителем стал юный спортсмен Константин Шаридин. Мне очень нравится выступать и соревновать их и выигрывать. Я очень люблю соревнования все. Обычно выиграю. Тренировки у меня каждый день по лечке. Зимой у меня тренировки тоже есть, только по лыжам. В самом массовом забеге на 4 километра среди школьников не было равных Никите Степареву. Среди девушек самой быстрой стала Софья Рубцова. Но не все стартуют ради побед. Для большинства главное участие. Мы любим принимать участие в массовых мероприятиях. Это интересно. Готовились мы на уроках физкультуры. Каждый раз увеличили количество кругов. Было сложно, но мы справились. Судя по минутному отрыву от второго места, победителю Ивану Резнику 8-километровый забег не доставил серьезных хлопот. У женщин первый финиш пересекла Елена Мамаева. Забавным стал бег «Мам с колясками», а также свою порцию аплодисментов получили спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Среди северодвинцев в своих номинациях отметились Андрей Сучков, первое место и Артур Смирнов, серебро среди юношей. Город Корабелов провел кросс-нации. На день раньше в нем приняло участие более 800 спортсменов. Редактор субтитров А.Семкин.